Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Елен Довтян с первого взгляда очень миниатюрная женственная девушка, но которая взялась за образы правления управляющей компанией «Лидер». Ее инициативность, оперативность, умение выслушать желания жителей дома, чуткая дипломатичность во многом определили настоящие дружеские отношения между поставщиком услуг и потребителями. По словам Елен Довтян, обслуживание новостройки имеет свою специфику. Может будет казаться обслуживание новостройки легче, чем обслуживание старого жилого фонда, но я скажу, что проблем в новостройках хватает тоже. В плане того, что ведутся ремонтные работы в квартирах, это организация вывоза мусоростроительного, переустройство, перепланировки. Лестничные площадки, чердак и подвал, отопление, водопровод, электричество в квартирах, чистота в подъездах и во дворе, вывоз мусора, перечень сферы обслуживания у управляющей компании «Большой». Одновременно в их компетенции вопросы общей и пожарной безопасности. Десять камер, установленные по периметру дома и в подъездах, следят за тем, что происходит. Это особенно удобно для родителей, когда они оставляют детей во дворе и через приложение в телефоне следят за ними. Для удобства общения даже создали собственный чат популярной соцсети, где все возникающие вопросы и предложения выносятся на обсуждение. Альтернативой диалога общения и обратной связи была создана группа WhatsApp, в которой обсуждаются организационные моменты, разрешаются проблемы, касаемые дому. В этой же группе было вынесено решение украсить двор к Новому году, поднять настроение жильцам дома и обрадовать детишек. Яркая елочка стоит перед самым домом, напоминая всем, что праздник уже на носу, а значит, наступает пора загадывать желание. Фатима Даурова, Рашид Тока, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии много семей со своей историей. СН и Халимат Джаубаевы трудились на протяжении всей своей жизни и удостаивались наград. Вернувшись из Третьей Азии, они, как и многие советские граждане, начали трудиться на благо родного края. О своей истории они рассказали нашему корреспонденту Аслану Гирюгову. В 1957 году Карачаевцы вернулись на свою родину из Средней Азии. Депортация коснулась каждой семьи. Халимат Джаубаева по возвращении стала трудиться в колхозе. Молодая и энергичная девушка сразу стала ставить рекорды по сбору урожая и в дальнейшем стала одной из известных свекловичниц нашей республики. Халимат Шогаевов намного интересного рассказала нам о своей жизни, о том, как трудилась более 30 лет в поселке Холоднородниковском, Аулах, Учкулан и Кумыш. Но выйдя на пенсию, Халимат Джаубаева, к сожалению, так и не смогла восстановить весь трудовой стаж. В попытках найти подтверждающие документы выяснилось, что архив, в котором они хранились, сгорел. Всего-навсего Учкуланский нашла. Больше ничего не нашла. Учкулане 4 года всего работала. Работать очень трудно было. Но все равно мы никому первое место не отдавали, как молодые. Вот так мы и работали, и все делали со всеми, дружили со всеми, ходили. А так стажа не нашла. Помимо этого, Халимат Шогаевовна часто была на съездах тружеников села, где им вручали грамоты за высокие достижения в работе. Сейчас она живет в Карачаевске с супругом Эсеном Джаубаевым, который является ветераном труда. Вернувшись из ссылки, его сразу призвали в армию. Там он получил еще и профессию. Был востребованным специалистом по ремонту и хранению автотракторной техники. Также проработал 27 лет на непростом управлении тракторой «Кировец». Общий трудовой старший Эсена Джаубаева 45 лет. И за высокие достижения ему вручили орден ветерана труда. Сам Эсен считает, что любая работа не может быть тяжелой, а лишь мотивирует для достижения новых высот. Любил труд. Любую работу, конечно, надо делать, любя, уважительно. Тогда и работа хорошая будет, и результат будет хороший, и сам будешь довольный. Нужно подходить к работе с таким мнением, что пусть она очень даже трудная, ну, с мнением, что я его одолею очень спокойно. Вот когда такое мнение, такое настроение, она действительно поддается легко, работа. А когда вот боишься его, да это так будет, это так, это уже какие-то смарки начинаются. Своим примером Эсен и Хариман Джаубаева хотят показать, что именно благодаря труду каждый человек может добиться успеха, найти свое место в этом непростом мире. Аслан Гирюгов, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Его музыка чиста, благоуханна и целомудрена. Так говорил великий композитор Георгий Свиридов о творчестве Аслана Даурова. В республике память оно бережно хранится. В Черкесии перед зданием колледжа искусств установлен памятник композитору. В рубрике «Наше наследие» Шерифат Лепшокова расскажет о жизни и судьбе Аслана Даурова. Кавказ невозможно представить без традиционной национальной музыки. С давних времен она входила в жизнь человека. Сначала с колыбельной матери, затем в шутливых песнях, песнях плачек, зажигательных мелодиях. Композитор Аслан Дауров обладал уникальным даром. Аккумулировав в себе народную музыку, он подарил людям мелодии, ставшей частью их жизни. Народная музыка вошла в мою душу с детских лет, говорил Аслан Дауров. Ведь мама играла на гармошке. Но с этим инструментом у пятилетнего мальчика сложились непростые отношения. А все потому, что родители запрещали малышу ломать главное богатство в доме. Но уже через 2-3 года, прячась гармошкой в зарослях кукурузы, он научился сам подбирать музыку. Недовольны были учителя. Аслан, идущий на золотую медаль, все время отбивал руками ритм. Педагоги не подозревали, что в его голове зарождалась музыка. Позже, обучаясь в Московской консерватории, Аслан Дауров впитает в себя достижения мировой культуры. Но все его мысли будут о Кавказе. Вернувшись на родину, молодой композитор будет возрождать народные мелодии. Создаст коллектив Даханака, где будут исполняться старинные адыгские песни. Девочки поющие, то есть они пришли ко мне, попросили позаниматься. И вот здесь у меня возникла идея о создании женского ансамбля. Почему? Потому что, во-первых, многие песни адыгского народа, они сочинены народными певцами, это понятно. Но многие песни, об этом многие не знают, сочинены именно женщинами, женщинами-гармонистками, женщинами-певицами, талантливыми. К сожалению, о них очень редко говорят, но это так. И поэтому вот здесь нашелся вот такой коллектив, который смог бы именно вот в первозданном чистом виде вернуть народу эти жемчужины. На всю жизнь остались в памяти композитора народные песни, которые он слышал от аульских девушек, возвращавшихся с полевых работ. Уставшие и счастливые, с чистыми голосами и душами, они не знали, что сами были частью этих песен. Запомнил Аслан Дауров и протяжный напевы старейшин. Народная музыка станет вдохновением и основой его творчества. Позже великий композитор Георгий Свиридов скажет о музыке Аслана Даурова, что так и надо писать, красиво, просто, глубоко, стремясь лишь к одной правде. В мелодиях Аслана Даурова слышится живой народный язык. Автор множества сочинений, в 1967 году он написал кантату Карачаева-Черкесия, мелодия из которой стала гимном республики. А еще были черкесские напевы, концертная лизгинка, множество мелодий для хора. Его ария из оперы «Бэла» была представлена московской публике. Аслан Дауров возглавлял областное музучилище, нынешний колледж культуры и искусств. Руководил союзом композиторов Ставропольского края. В трудные 90-е всей душой переживал за искусство. Поверьте мне, по количеству талантов, дарований Карачаева-Черкесия, можно сказать, стоит на первом месте. У нас очень много талантов. Посмотрите, сколько у нас гармонистов. Сколько даулистов прекрасных, сколько танцоров, сколько ансамблей. Мне кажется, это похоже на то, когда у родителей есть очень много детей и одаренных детей. Как-то они не стараются их не то что замечать, они не ставят перед собой целью как-то их пропагандировать, показывать. Наверное, что это уже происходит здесь. И поэтому рассеивается это все. Аслана Даурова нет с нами больше 20 лет, но его мелодии по-прежнему разносятся по горам Кавказа, даря людям радость и надежду. Шриферт Лепшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева-Черкесия. Вышла в свет книга абазинской поэтессы Ларисы Шепзуховой «Святая суть Абазара» общим тиражом в тысячу экземпляров. Это очень полезное издание, повествующее о жизни абазинского народа. Сборник включает в себя как литературно-художественные произведения, так и большую исследовательскую работу, проведенные в лобоси родного языка, фольклора, традиции и обычаев абазин. Книга предназначена для широкого круга читателей. Сборник продажи не будет. Он будет направлен на библиотеки Карачаева-Черкесии. Кроме того, экземпляры новой книги получат библиотеки Абхазии, а также другие государства и города, где есть абазинские диаспоры. Издание вышло в свет при поддержке Международного объединения «Содействие развития абазина-абхазского этноса Алашара». От всей души от жителя Аула Альбургана поздравляю, чтобы творчество его в дальнейшем приумножалось и с каждым годом выходили новые-новые книги. Сегодня мы приехали на презентацию и нас обрадовали. Мы от парламента нам вручили грамоты. Хочу выразить слова благодарности Мусе Хабалевичу Экзекову, который нам всегда помогает. Это все вести на данный час. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скоро будут поздравления и подарки конфетти. Новый год стучится в двери. Дед Мороз уже в пути. У снегурочки с утра новогодних дел гора. Нужно снежной бахромой ей украсить лес родной. Для двери от пирог испечь и фонарики зажечь. А потом на праздник детям золотой лететь каретин. В лесу родилась елочка. В лесу она росла зимой и летом стройная, зеленая была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова